Ну так, они, например, пишут все центральные каналы российского телевидения. Должно быть действительно активное право отказаться от таких вещей. В принципе, если говорить про нашу сторону, действительно, у нас есть такое волшебное слово Сибирь. Я бы, наверное, не хотел, чтобы так было, ей-богу. Это этично, это человечно. Всем привет! В этом выпуске. Питание через АЭС, дата-центры в Майкрософт. ИНС пробует дописать мертвые души и уже написала докторскую диссертацию. Киностудиям запретили создавать цифровые копии актеров без их согласия. Google будет ссылаться на интернет-архив. С вами подкаст «Цифровая реальность» и я, ведущая, Стасия Савельева. Здесь мы обсуждаем самые актуальные новости из мира цифры, которые произошли в России и мире за последнюю неделю. Сегодня у нас в гостях Андрей Колесников, эксперт, директор Ассоциации интернет-вещей. Всем привет! Георгий Георгиевский, начальник отдела по работе с регистраторами и пользователями Координационного центра «Домена ФРУ-ЭРО». Привет, друзья! Андрей Ерник, эксперт в области инвестиционной безопасности, член правления РАЦИК. Добрый день, приветствую! И Алена Геращенко, преподаватель Высшей школы экономики, юрист в мире инвестиционной безопасности и защиты персональных данных. Всем привет! Итак, наша первая новость. Компания, владеющая закрытой атомной электростанцией «Три Майл Айленд», в присевании заключилась в Майклософт договор о расконсервации одного реактора АЭС и подаже электроэнергии на нужды дата-центра, который будет обслуживать и проекты корпорации. Ну что ж, выглядит так, как будто бы у нас в ближайшем будущем уже ждет энергокризис. И вот наша первая ласточка. Что Вы думаете по этому поводу и ждем ли мы в целом и в России организации питания центров обработки данных, которые будут заниматься искусственным интеллектом и суперкомпьютером именно с точки зрения атомной энергетики? Давайте разделим немножко Америку, Европу и Россию. Дело в том, что, например, в Европе очень лоскутное законодательство. Алена наверняка в этом больше разбирается. Но, например, в той же самой Германии очень жесткая история про атомные электростанции. В Америке и во Франции все хорошо с этим. И, например, среди климатологов и людей, которые озабочены глобальным потеплением, существует два лагеря. Значит, один лагерь говорит, что атомная энергия – это хорошо, это зеленая энергия – энергия, да? А вторая, наиболее, естественно, либеральная часть, говорит о том, что это несет страшную угрозу всему человечеству, там сломается, что-нибудь взорвется и так далее, и так далее. И консенсуса между ними нет. Американцы и французы более практичны. Они строят атомные электростанции. Как мы видим, реанимируют старые. А у немцев с этим, например, очень тяжело. Они делают ставку на ветряки, на солнечную энергию, и никак не хотят, соответственно, заниматься атомом. Между тем, это абсолютно чистая энергия, конечно, зеленая. И это очень здорово, что искусственный интеллект будет питаться от этой зеленой энергетики. По сути, что там, подкидывай стержней и крути искусственный интеллект, как хочешь, не создавая проблем с нагрузкой на энергосистему. Как бы вообще клевая история. В России, я скажу сразу, эта история не очень перспективна. У нас очень сложно с инфраструктурой, с распределительными мощностями. Но есть прекрасные места, где можно искусственный интеллект развивать. В том же Красноярске, в тех же Сибирских реках, где дофига энергетики, там атомная энергетика не нужна, там достаточной энергии воды. В связи с тем, что у нас сейчас промышленные предприятия испытывают неожиданный отрицательный рост, там вполне себе избыток электроэнергии, которые можно использовать для Центров искусственного интеллекта. Так думаю. Поддержу Андрея о том, что это очень здорово, что действительно самый экологичный, самый зеленый, самый эффективный способ получения электрической энергии, вот по сути чайника, прямого потомка паровой машины и прочего, будет действительно использоваться для нужд вычислительной техники, для нужд обработки данных и так далее и тому подобное. Микрософт молодцы в этом плане. Они всегда молодцы. Они всегда впереди планеты всей в плане технологий. Берут самое лучшее из того, что есть вокруг. И это действительно очень положительная новость о расконсервации хорошей станции, которой очень много было внимания и реконструкция была замечательно проведена на ней все время, до того, как она была законсервирована. Поэтому хороший выбор, правильные действия. Больше атомов богу атомов. Ну, я, в принципе, тоже согласен, на самом деле, с тем, что растут вычислительные мощности, растут и батарейки к этим вычислительным мощностям, такие атомные батарейки уже требуются. И, в принципе, если говорить про нашу сторону, действительно, у нас есть такое волшебное слово «сибирь», где профицит энергетики, где подобающий правильный температурный режим для вычислительных мощностей, для охлаждения излишнего тепла. И, в общем, как-то выглядит в достаточной степени логично. Действительно, в виде гидроэлектростанции это, наверное, будет выглядеть еще даже более экологичным, более чистым и с меньшим углеродным следом. А так для всех вычислительных мощностей, конечно, нужны больше энергоемкие технологии. Тут, в общем-то, бесспорно. Я бы тут напоследок добавила, что, да, безусловно, как коллеги сказали, это положительное явление, нужны новые источники энергии. Но при этом вот этот переход к новым источникам, он не может быть идеальным. Вот мы раз и перешли на эти плавучие электростанции, на атомные генераторы и так далее, реакторы. То есть, если цоды привязываются к таким источникам энергии, у них должны быть еще какие-то дополнительные пока что источники энергии. Потому что в ином случае, если один источник исчезнет, то отсод, соответственно, отвалится. Ну и еще одна мера безопасности – это резервное копирование, то есть создание каких-то дополнительных сотов. То есть, в любом случае, должны быть и дополнительные источники энергии подключенные, и дополнительные дубли сотов, чтобы информация была защищена. Большое спасибо за ваши комментарии. Ну да, как будто бы все-таки масштаб энергетизма, который нас все-таки ждет, видимо, в каком-то будущем уже можно оценить. Я думаю, что запуск реактора после консервации – это сомнительное удовольствие, но, видимо, очень надо. И это наверняка будет быстрее, чем, наверное, США будут сейчас пытаться строить новые, под нашу АЭС малой мощностью подклассы. Стас, я бы еще, знаешь, что добавил? С нашего прошлого подкаста про распределенный ИИ – тоже весьма перспективная история. То есть, размазать его тонким слоем по всем вычислительным ресурсам, которые имеются у людей в наличии – тоже нормальная альтернатива распределению нагрузки. Да, да. Большое спасибо за эту связку. Я надеюсь, что те слушатели, кто еще не слышал наш предыдущий подкат, вернулся и переслушиваю тебя. Давайте перейдем к следующей новости. Нейросеть Сбера, Гейго Чад вместе с специалистами по литературному наследию Николая Гоголя восстановит второй том «Мертвых душ». И вместе с этим еще была одна новость про то, как искусственный интеллект воспроизводит какие-то работы. Собственно, и от OpenAI воспроизвел код для научной работы, который у исследователей ушел в больше 10 месяцев, всего лишь из запросов, и, собственно, это исследование легло в докторскую диссертацию этого человека. Ну, мы ранее уже несколько раз поднимали вопрос авторства, и теперь мы еще можем рассмотреть в разрезе восстановления второго тома «Мертвых душ». Кому же будет тогда принадлежать это авторство? Мы не говорили, что искусственный интеллект просто берет из открытых источников наборы и пытается их скомпилировать вместе. Что же нас ждет? Есть ли какие-нибудь прогнозы в связи с этими двумя новостями? Когда мы говорим про какие-то произведения, результаты интеллектуальной деятельности, то мы их делим и на художественные, и на научные. Вот там, где мы говорим про художественные, то в целом форма преобладает, скажем, содержанием, хотя содержание тоже, безусловно, важно. Но в этом случае допишет этот второй том «Искусственный интеллект». Ну, здорово. Кому будет принадлежать авторство? Ну, скорее всего, разработчику этого «Искусственного интеллекта» или, как мы уже говорили ранее, тем людям, которые напишут в промке, ну, какую-то задачу для «Искусственного интеллекта», чтобы вот он сочинил это все. А если вот говорить про научные какие-то исследования, докторские диссертации особенно, то здесь все очень сложно, потому что важна не только форма, но еще и содержание. И юристы в этой части даже предлагают внедрить диссертационное право, создать целую отрасль, подотрасль права, в частности, Эдуард Петрович Гаврилов, профессор юридических наук, доктор юридических наук. Он как раз-таки предлагал ввести вот это явление, чтобы защищать научные идеи. И мне кажется, вот этот виток использования искусственного интеллекта для цели описания вторых томов произведений художественных или научных докторских диссертаций, кандидатских диссертаций, он как раз-таки подтолкнет к развитию вот этой подотрасли, мне кажется. Ну, я хотел бы обратить внимание немножко на другую сторону вот этой же проблемы. Дело в том, что, как тут есть, применительно говорить к диссертации, то нельзя сказать в полной мере, что ученые пишут диссертацию. Отчасти можно сказать, что диссертации пишут ученого или точнее формируют его как специалисты или как эксперты и вообще формируют из него ученого. Поэтому совершенно разная ценность того материала, который формируется искусственным интеллектом в виде диссертации, из этого при этом не формируется ученый. В некоторой степени дорабатывается, может быть, искусственный интеллект с точки зрения определенных там совокупности данных, но ученый-то не появляется в результате такой работы. Здесь вот это будет большая проблема. Если говорить применительно к второму тому «Мертвых душ», то, наверное, может быть, это было бы действительно интересно, но мы получим некое стилистическое подобие. Вот как могло бы быть одной из версий, скажем так, несостоявшегося будущего, несостоящего прошлого, того, как это могло бы быть. Это будет, наверное, интересно, любопытно прочитать, но это не принесет никакого, там не формирует автора для дальнейших произведений, не формирует наше мировоззрение в какой-то степени, потому что будет большое многообразие подобных вещей. Вот. Ну, а если это окажет влияние на искусственный интеллект, то как бы не получилось, потом влияние его сформированного или трансформированного сознания, там, «Вечера на хуторе» и «Близликаньки» в некотором, скажем так, подобии дополненной реальности для заинтересованных лиц. То есть на самом деле мир очень интересный, и на самом деле вот это взаимное влияние искусственного интеллекта на человека и человек на искусственный интеллект, это еще такой, мне кажется, не до конца сформированный, изученный и классифицированный вид науки, который, наверное, будет требовать отдельного изучения. Хотела дополнить немного, опять же, в сторону идей, да, то есть когда искусственный интеллект что-то пишет, мы ему поручаем что-то написать, не человек генерирует идею, а, в общем-то, он. А идея – это ключевая, ключевой элемент авторского права, поэтому даже интерес, как развиваться это дальше. Использование большой языковой модели для генерации текстов на базе большого-большого входящего объема какой-то информации, в том числе там всех произведений Гоголя и всех критических статей, диссертаций и всего прочего на тему него же и создания того же самого второго тома «Мертвых душ», это на самом деле прям вот правильное использование нейросети для генерации текстов. Что касается авторства, неавторства, действительно это, скорее всего, вот парадоксальная такая история. Время рассудит, время расставит по полочкам. Но на самом-то деле, если вспомнить одну из целей написания Гоголем первого тома «Мертвых душ» и вообще этого произведения, это некая такая сатирическая история, развлекательная история, способ заработка денег тем самым Гоголем. Второй том действительно был по разным причинам уничтожен, но и нам на этот сгенерированный второй том нужно смотреть как на некую развлекательную историю, на способ нам, аудитории, развлечься на наследии Гоголя. Что касается истории с диссертацией, который обсуждался в этом материале, там же на самом-то деле результатом диссертации было не просто некое обобщение, текстовая часть или там описательная вещь, там результатом работы был программный код. И здесь мы уже обсуждали в нашем подкасте и в прошлом сезоне, и, по-моему, даже уже в прошлом выпуске, о том, что это нормальный сейчас инструментальный подход, когда ты просишь тот же самый чат GPT написать какой-то код на языке программирования, который ты не очень хорошо знаешь, дальше запустить эту программу, увидеть какие-то ошибки и почему она не работает, скормить обратно в чат GPT эти ошибки и через 5-6 итераций получить работающий код. Здесь история почти такая же, но и можно сказать, что замечательно. Просто все эти новости говорят о том, что люди чем дальше, тем больше пользуются доступным инструментарием по назначению. Ура! Ну, заключение эхом на слова Алены. Ну, смотрите, в нашем книгопечатании и издательстве уже есть примеры, когда, не знаю, тот же Гарри Гаррисон, Изон Динальд, значит, его герой, супергерой, который путешествует по планетам, значит, игрок, уже были, значит, соавторы, которые как бы дописывали его дальнейшие путешествия. Вот. Такое счастливо, как бы, все читают, авторство в том числе, оригинальное авторство принадлежит непосредственно автору, а чуваки, которые дописывают, ну, как бы, свои деньги тоже собирают. Ничего в этом такого нет. Ну, такое счастливо, как бы. Вот. Я не думаю, что вторая часть «Мёртвых душ» будет пользоваться, значит, разве что из интереса, из любопытства, посмотреть, что, значит, там написал этот искусственный интеллект. Но я не думаю, что это можно вообще в какой-то мере сравнивать с оригиналом. Ну, как развлекаловка, вполне себе. Да, с Жорой согласен по поводу Диссера. Ну, да, обобщение. Там будет много интересного. Мы только, так сказать, в самом начале пути будем смотреть. Это очень интересная тема. Вот краткое такое мое заключение. Главное, чтобы ученые все-таки остались. Не перекладывали все на искусственный интеллект и на промпты, которые, в общем-то, конечно, хороши, но, в общем, на мой взгляд, не тянут на диссертации. Ну, на диссертации они не тянут, но, слушай, эта штука повседневная стала. Вот я сегодня с утра работал, там текст писал, ну, там будет большая аналитическая статья, там, в начале октября мы планируем по рынкам, платформам и так далее, и так далее. Слушай, ну, я просто беспощадно пользуюсь чатом ГПТ, и он просто шикарно работает. Это просто инструмент такой же, как текстовый редактор, если я что-то не знаю, слушай, он мне референсы выкатывает, там, особенно по энергетике, но я не знал цифр там по российской энергетике, думаю, где их взять. Да я думаю, спрашиваю, опа, а он мне вообще все выдает, где он это берет, кто его знает. Но цифры статистики, которые там где-то надо было искать за деньги у аналитических агентств, как бы я теперь получаю на своем дисктопе. Плюс-минус там 10 процентов. Ошибка этого вполне достаточно. Большое спасибо за ваши комментарии. Перейдем к следующей новости. Губернатор штата Калифорнии Гавин Юрсом подписал два закона, ограничивающих использование в кинопроизводстве изображений и голоса актеров, в том числе и после их смерти. Об этом сообщила Американская Федерация артистов телевидения и радио. Ну, мы уже, на самом деле, тоже затрагивали, так или иначе, этот момент. Но вот в первый раз появилась такая новость о том, что-то при незагадательном уровне, ограничена. Также, насколько я помню, даже в летней школе по полиинтернету была такая лекция о том, что мы не можем, при крайней мере, в российских реалиях указывать в наследстве, аккаунты или какую-то такую историю. Как же все-таки переходит это право родственникам, например, разрешать использование наображений и голоса. В общем, нормальная эта история с точки зрения может быть даже этики или нет. Можно я вернусь в наше прошлое обсуждение? Ну, на самом деле, когда я помру, мне вообще глубоко по барабану, что там будет с моим аватаром, как будут делить там наследники. Ну, хорошо, что у меня много ничего не останется. Но да, это как бы традиционная копирайтная история. В общем, она мало чем отличается от нормальных наследственных дел, использования, там, не знаю, фотографий, видео, значит, каких-то авторских произведений, авторских, да, после его кончины. Ну, как бы, я не очень вижу... Не очень вижу, в чем, как бы, существенная разница от того, что есть вот с авторскими правами артистов, авторов от того, что там нагенерит какой-то, значит, искусственный интеллект. Вот, это немножко другое, конечно, использование их образов и наработок какого-то видео, аудиоматериала, текста для того, чтобы генерить какие-то новые фишки. Но, мне кажется, это уже вот как раз больше к нашей первой теме, к предыдущей теме относится. Ну, не знаю, вот, мне кажется, Алена тут как бы в этом во всем разбирается точно больше нас. Я ворвусь, да, Андрей, совершенно согласна. То есть, они пытаются коммерциализировать образ человека, да, то есть, передать его наследникам, и чтобы они могли потом, соответственно, иметь с этого выгоду. Но тут критичный момент, наверное, такой переворотный именно для Штатов, это изменение в доктрине публичных фигур. У них в судебной практике разработана такая доктрина, в соответствии с которой частная жизнь публичных фигур, она, в общем-то, очень широка. Все могут в нее вторгнуться, все могут использовать изображения, да, там, перепечатывать их как-то без согласия этого субъекта. И вот сейчас получается, что искусственный интеллект, он разворачивает эту доктрину в отношении каких-то медийных персон вообще в другую сторону. То есть, раньше можно было использовать, а вот сейчас, даже после смерти, нельзя. Нужно согласие родственников. Вот. Но это если говорить про публичных фигур, а вот если говорить про частных лиц, которыми большинство людей являются, то, мне кажется, здесь все-таки должен быть инструмент отказа от дальнейшего исследования. Ну, с одной стороны, в общем-то, может быть, и без разницы, как потом будут использоваться наследники частных лиц изображений, голоса. Но все-таки активное право отказаться, оно должно быть у человека. Согласен, с одной стороны, должно быть действительно активное право отказаться от таких вещей, там, родственники, согласования. Это этично, это человечно. Прежде чем что-то сделать, пойти и спросить, можно ли это делать, или лучше ли успокоиться на этом. Здесь же вот недавно была еще одна новость о том, что наши киноделы обратились к потомкам артиста Тихонова о разрешении воссоздания при помощи того же самого искусственного интеллекта его в новых продолжениях, в новых сериях «17 мгновений весны» или там, что там будет дальше. Здорово. Я как зритель с удовольствием посмотрю. По большому счету, я бы был бы рад посмотреть фильмы с участием ушедших актеров. Я был бы рад посмотреть новый концерт Элвиса Пресли. Ну, потому что я вживую его не застал. Точнее, я был очень маленький, когда он уже умер. Есть такая тема, на человека надевают такой костюм, он очень простенький, с сенсорами. На фоне зеленого экрана. Да, на фоне, сейчас это даже и без экрана делают. Ну, то есть, это достаточно старые технологии во всех студиях, во всех, давным-давно используются. То есть, надевают такие меточки, и он, значит, делает какие-то действия. Вот, а потом по этому действию, по этим, ну, как бы, трехмерным структурам просто накладывают паттерные, ну, кого хочешь. Получается, это сейчас вообще дешевая история. Сейчас это на Mac, на Macintosh, простая программа, как бы умеет это делать. То есть, это совсем несложно. А если это еще в УИИ запустить, то он там вообще тебе целое кино покажет. Вообще без проблем. Ну, на мой взгляд, главное, чтобы все-таки действительно это было как-то, ну, или с разрешения родственников, и все-таки отличалось от дипфейка, которых сейчас достаточно много, и которые вызывают чувство такого недовея, формируют недовея не только уже к аудиозаписям, но и к видеоинформации. То есть, когда ты видишь, в общем-то, то, что известно у умершего героя в задействовании в качестве какого-то клипа, как вот было в частности с Куравлевым, это вызывает действительно некий диссонанс и вызывает некое недоверие к, ну, вообще, в целом тому, что произносится с экрана. И, может быть, в дальнейшем эта точка зрения поменяется, но вот у меня лично такое совокупность ощущения, что это что происходит на экране, что-то неправильно. Ну, у меня есть еще более радикальное мнение на эту тему. Родственнички еще те, да? Погреть руки на померзших родственниках, как бы это святое дело. Вообще, там, не знаю, огромный пласт авторского права и вот этих всех наследних дел и так далее, и так далее. С точки зрения этики, как Жора говорил, да? Ну, так себе еще, да? То есть, бабушка надвое сказала, ну... То есть, человек помер, а, значит, его любимые родственнички, там, внучата, значит, вовсю эксплуатируют и, как бы, собирают денежки. Ну, наверное, это нормально, но фиг его знает, не знаю. Я бы, наверное, не хотел, чтобы так было, ей-богу. Ну, в общем-то, его жить умерших не самое лучшее дело. Я, наверное, вот так же тоже сказал бы. Мертвые сраму не имут. Ну, вот, наверное, поэтому мне было условно смотреть. Мертвые не потеют, да. На Безрукова в области Высоцкого в фильме «Спасибо, что живой». Хотя там, конечно, до дефейка было очень далеко. Я помню, это пластмассовое яйцо, которое мы налепили. Это было непросто. Да, да. Придем к нашей следующей новости. Google нашла замену исчезнущей функции просмотра кашированных таблиц. Разработчики объединили с создателями онлайн-архива Wayback Machine. Скоро функция будет доступна всем пользователям. И заявляется, что такая возможность архивировать копии страниц позволит совершить путешествие по истории интернета. И, на самом деле, я вспомнила недавно, вот, такая небольшая новость про… Есть один оператор турниров, который провел International по Dota 2. Они, собственно, выпустили мерч в турниру и ошиблись в написании города Копенгаген. Написали его основной АП, а потом решили зайти в Википедию и поправить страничку. Вот. Ну, собственно, история эта все видна, потому что мне еще, близко всему, делали это со силы их открытых IP-адресов и с IP-адреса компании. И мы так немножко опозорились. Насколько интересно ковыряться в архивных копиях и смотреть, допустим, на той же там условной Википедии, смотреть историю исправлений? Бывает ли это полезно? И пользуйтесь этой функцией фишированных страниц и будете ли пользоваться возможностью путешествовать по архивным страничкам? Ну, я немножко свечку держал, поэтому, наверное, начну. Проект, безусловно, крутейший. То есть Брюс и мой друг Марк Грэм, который отвечает за OEBake Machine. На самом деле, эту историю пытались продвинуть достаточно давно. Они какой-то плагин написали к браузерам. Очень долго, очень долго с Гуглом, я так понимаю, это годы длились переговоры. А что касается самого Глада, кому это интересно? А у нас сегодня праздник для Алены какой-то. Дело в том, что OEBake Machine используется и используется активно в разных тяжбах. Кто, когда, чего сказал, что делал, кому что написал. Вот это все. И это просто один из крутых инструментов, которые пользуются в разборках, легальных разборках. По всей видимости, и в России тоже, но в Америке это прям, они стали де-факто референсом, с которым бегут в суд, тыкают пальцем. Вот здесь вот смотрите, что было. И суды сначала не очень охотно, сначала не очень охотно, там 10 лет назад. То есть сейчас это вполне себе распространенная практика для того, чтобы устроить какую-то легальную юридическую разборку. Ну, что я могу сказать? В целом, интернет-археология – это удел единиц. Например, мне это неинтересно, лично мне. То есть, скорее, все-таки интересно, что будет дальше, чем было, чем то, что было в прошлом. И с другой стороны, можете посмотреть в A-Bake Machine кучу моих личных выступлений, презентаций и так далее, и так далее. В тех компаниях, в тех проектах, в которых я работал. Ну, кому это может быть интересно, даже не представляю, глупость какая-то. Так что это, скорее, инструментальная история для каких-то аналитиков, анализов, сравнений. В том числе, вычисления какой-нибудь динамики, инструментального контроля в том числе и так далее. Тут у нас поменяли сайт и забыли перенести кучу старого материала. Ну, просто приехали на новый хостинг. Просто забыли. Только что, какие проблемы? Мы залезли на A-Bake Machine, скачали оттуда все презентации, восстановили странички на новом сайте. Все прекрасно работает. То есть, как инструмент, это шикарная история. Вообще, они большие молодцы. У них здание сделано в таком тремнегреческом стиле. Они вообще похожи на библиотеку. Это бывшая церковь. В прекрасном месте в городе Сан-Франциско. И вокруг этого проекта тусуется очень-очень много интересных людей. Очень. Это и библиотекари, и люди искусства, и музыканты. И Питер Гебрил у них там был. Кого там только нет. То есть, проект сам по себе, конечно, вызывает огромное уважение. И молодцы. Я правильно понимаю, что в архиве может храниться какая-то неактуальная информация, которая могла бы уже измениться, дополниться, актуализироваться. И получается, что системы искусственного интеллекта, генеративного искусственного интеллекта могут съесть эту информацию и потом еще больше коллекционировать и подсовывать уже что-то просроченное. Ну, я скажу так. Они, например, пишут все центральные каналы российского телевидения. Все. Сплошным потоком. Что уж они дальше с этим будут делать, я не знаю. Как, впрочем, и телевидение большинства других стран. И я подозреваю, что тот же самый Google активно этим пользуется. Ну, и в том числе, может быть, государственные какие-то сервисы. Интересно. Ну, на мой взгляд, это еще интересный инструмент такого факт-чекинга. Потому что, опять-таки, вот возвращаясь к своей любимой теме дипфейков, там, всякой информационной безопасности, наверняка будет формирование определенного даже прослойки такого фейкового контента, который не будет опираться на что-либо, а будет просто формироваться либо искусственным интеллектом, либо злоумышленниками и выдаваться за совершенные, за действенные факты. Вот тогда, соответственно, поиск источников, поиск, было ли это раньше, были ли такие факты проверены, имеют ли они какие-то исторические корни, мне кажется, будет полезен. Поэтому всегда обращаться по ссылкам по источникам, возможно, скажем так, поднять вот эту археологию, интернет-археологию, будет дополнительной проверкой реальности тех или иных фактов, которые будут утверждаться в сети интернета. С одной стороны, нам всем дано право на забвение, и вообще это величайшее благо, которое есть во Вселенной – забвение. Но с другой стороны, есть масса материала, масса веб-сайтов, например, которые перестали существовать по разным причинам – экономическим, политическим и так далее. Были интересные интернет-журналы, были большие СМИ и радиостанции, которые по тем или иным причинам перестали вещать, перестали публиковать свои блоги и кучу интересных новостей. Но эта история – большой кусок истории, в том числе не только человечества, а как какой-нибудь конкретной страны. И вот этот проект, да, это на самом-то деле вот такой действительно новый, можно сказать, да, новая библиотека Вавилона, новая Александрия, которая собирает материалы о том, что вокруг происходит, для того, чтобы потом, может быть, кто-то написал историческую диссертацию о том, как оно было на самом деле. У меня этот плагин от Вэйбэк-машин стоит, и я им иногда пользуюсь, действительно, посмотреть что-то предыдущее. Слушайте, у них, будет вам тоже интересно, и аудитории, безусловно, у них в порту Сан-Франциско, в старом, стоят огромное количество контейнеров, набитое произведениями. Это старые книги, учебники, грамм-пластинки, значит, какие-то 8-миллиметровые фильмы и так далее. У них огромный бэк-лог, то есть помимо того, что они все хранят в цифровом виде, их задачи в том числе оцифровывать. Вот, они оцифровали все первые игрушки компьютерные там и так далее, и так далее. У них огромнейший бэк-лог по переводу аналоговых материалов на старых носителях в цифровую форму. То есть это, пожалуй, самая затратная часть из всего, что есть в интернет-архиве. И это прям очень круто. Наследие человечества. И они все время судятся. Ален, тебе тоже будет это интересно. Они все время находятся в судах. Вот, почему? Потому что на них копирайтеры, естественно, все время наезжают по поводу, значит, то ли это библиотека, то ли не библиотека, то ли это библиотечный экземпляр, то ли не библиотечный экземпляр. Они постоянно не вылазят из судов. И если читать их твиттер, у них постоянно вот эти... У них все время в суде несколько дел эту тему по авторским правам. Так что непростая у них работа. Ну, кстати, мне кажется, им еще сейчас предстоит побороться с правом на забвение, потому что за счет вот этой фичи будет, наверное, очень сложно реализовать вообще это право. Ну, то есть цель сохранять всю летопись, соответственно, даже если субъект просит что-то о нем удалить, в одной версии удаляется, все предыдущие версии сохраняются. Ну, наверное, нужно будет еще удалять и предыдущие версии и как-то это доказывать в суде. Вот, поэтому с одной стороны это как бы вызов, да, для вот этого права на забвение, а с другой стороны это реально очень круто, не согласна со всеми коллегами, потому что, ну, вот даже, например, я писала диссертацию со славы на один электронный ресурс, а он потом взял и исчез. А там великолепное эссе было опубликовано, причем, по-моему, без какого-то рецензирования, то есть это не прям научная была какая-то статья, а вот просто автор сотил себе страничку, написал это эссе, вот, и потом это эссе исчезло. Вот с этой машиной я бы могла легко сослаться на этой эссе, вернуть эту копию и не беспокоиться о ценности в своей сноске. Поэтому хороший инструмент. А еще об исчезнувшем. Я не так давно тут в руки взял простой компакт-диск CCDR, на котором у меня были какие-то старые бэкапы прошлого века, 97-98 года. Я его запустил, посмотрел, читается все в порядке и бах, нахожу там скачанную копию одного сайта очень интересного. И смотрю, а он действительно, вот, копия, тогда был Dial-Up, да, и мы все в интернет выходили непостоянно, и некоторые для работы материалы мы просто выкачивали к себе, выгетом условно, и держали локально. Так вот, я просто к нынешним владельцам этой компании пришел и говорю, ребята, смотрите, что у меня есть. Они говорят, ой, а мы тут музей собираем, нам так повезло, вы нашли старую копию нашего сайта 95-го года. На самом деле, вот такие чудеса иногда нужны. Отлично. Большое спасибо за дискуссию. С полным текстом этих и других новостей можно ознакомиться в последнем дайджесте на канале управления интернетом в Телеграм. До новых выпусков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова